Всем привет! Хочу сегодня рассказать и поинтересоваться, как бы, может быть, посоветовать и что-то, есть у вас такое или нет. Но в нашей семье тоже есть ссоры и разногласия, ссоры и разногласия между родителями, особенного ребёнка, наверное, вот так вот, может быть, по поводу реабилитации, занятий, поведения в доме ребёнка, поведения всех остальных членов семьи. В связи с нашим сложившимся вот таким обстоятельствами, ну, вы это увидите, если кому интересно во влоге, просто назрел такой вопрос. Ну, не то, что вопрос, а вот такая тема злободневного, злободневная, можно сказать, за поведение Ярослава. Очень часто у нас вот скажут, что мы не ругаемся, мы не ссоримся. Нет, у нас бывает, у нас очень часто бывают разногласия. В последнее время оно немножко, может быть, более таком, знаете, редко, ну, уже всё-таки это опыт нашей жизни, 9 лет реабилитации. И то очень часто получается, на фоне, если мы даже ругаемся, мы ругаемся с Андреем, на фоне вот занятий Ярослава, если честно, по поводу его реабилитации, домашней, именно домашней, потому что, как вам объяснить? Ну, как бы это очень сложно, это очень тяжело, это очень тяжело держать такой темп, очень тяжело этим заниматься, но если не заниматься, оно бывает ещё сложнее, ещё тяжелее, то есть реально здесь получается, знаете, как-то постоянно откатываешься, ты вот что-то делаешь, 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 особенно если ты делаешь это сам, если ты вкладываешь свои силы, это реально очень чувствуется, это очень больно, и это очень тяжело переживать. плюс еще когда до сделать такой акцент очень существенно когда твои деньги тогда ты выкладываешь часть своего капитала ты отрываешь от своей грубо говоря от 7 от себя но в основном это идет естественно ты теряешь нас каких-то своих то что тебе надо было потому что остальным членом семьи все равно это надо и то есть как бы здесь нельзя урезать других ты значит всем все предоставляешь знакомый экономишь на себя естественно любимой и в итоге когда твоим правилам принципе не придерживаются если придерживаются знать это одно сливают все в ноль то естественно возникает хочешь не хочешь такие спорные вопросы у нас например когда я работал поменьше и честно так положу руку на сердце когда мы жили со свекрови это было вообще такой вот треш от взаимоотношения со свекровью это вообще такая тема отдельная наверное тяжелая когда еще в доме есть особенок отношения родителей к этому ко всему вот но и это сейчас не хочу затрагивать я хочу просто найти как у нас в основном все сходилось на том что бабушка есть бабушка бабушки кажется что кроме того чтобы покушать попить пописать и переодеться больше внучку как всегда больше что еще надо все радости жизни удовлетворены больше ничего не нужно и поэтому писать хочешь хочешь писать кушать еще раз покушаем вместо одного куска хлеба три куска хлеба в пиалку с едой и в итоге у нас живот раз выпячивает это какая тренировка дать вам уже не до тренировки там у нас уже отрыжка и кота рыгота соки надо еще раз попоить потому что всем кажется что он оказывается не допил ему надо пить но он вроде как не хочет пить но как бы знаете здесь надо надо попоить еще раз а еще лучше три раза посадить на горшок причем что ярослав очень давно уже у нас стал проситься на горшок но у нас такая часто возникала ситуация когда бабуля приходила и начинала ты пописать хочешь хочешь пописать и после этого у нас тогда и ярослав начинает после ухода бабули писать мимо посмеялся написал похохотал написал поиграл написал то есть естественно начинается скандал в том плане что знаете как не то что скандал но следующий приход бабули идут обговорки всех вот этих телодвижения до его кормить когда он не просит не надо его поить когда он не просит и не надо его сажать на горшок когда он не просит то я почему а потому что он человек он такой же человек знаете в нормотипичной семье принципе могут это как-то было очень умиляет это очень все хорошо но когда тебя идет борьба за навыки за каждый новый навык потому что в принципе норма типичный ребенок норма типичный ребенок он по-любому в итоге научится уже не будет в памперсе по жизни мне кажется все равно и норма типичные дети когда-то начинают они хочешь не хочешь они все равно писают они начинают ходить туалет они встают даже с этой больше его держать в манеже он все равно будет научиться подыматься переворачиваться и садиться и в итоге пойдёт. Но не в варианте с особенным ребёнком, когда надо всё отрабатывать, потом этот навык надо закреплять, не надо ему пережёвывать еду эту, а надо, понимаете, как бы дать ему возможность её прожевать. Не надо ему три раза повторять одно и то же, только в разной интерпретации, потому что потом, когда речь возникает, это тебе на бушку, знаете, как обухом по голове, потому что ребёнок начинает точно так же тупо 50 раз одно и то же говорить. Причём, знаете, как бы он повторяет и повторяет, как попуаз какой-то, не знаю, не попуаз, не знаю, попугай. То есть ты ему объяснил, он как будто даже не зациклился, он опять у тебя тоже спрашивает, да, то есть речь по подражанию. Естественно, когда ты начинаешь объяснять, пресекать и говорить или так, или никак, то здесь начинаются чувства сыновьи какие-то ещё, родительские, и типа не надо, да, никого учить, понимаете, потому что старшее поколение, оно лучше знает. Естественно, на этом фоне у нас очень часто у нас эти были такие, знаете, вот вопросы, скандалы, даже до скандалов очень таких тяжёлых скандалов доходило, честно, реально. Чисто вот именно по поводу такого, что плюс ко всему старшее поколение, оно вообще как-то относится ко всему этому, немножко может быть даже скептически, им кажется, что само встанет и пойдёт. Придёт момент, зачем столько вкладывать, зачем столько сил, зачем столько денег, зачем столько вообще эмоций. Оно когда-то начнёт всё равно держать голову, а ещё лучше самый пойдёт, и всё будет хорошо. Ну, мы же считаем, что будет хорошо, значит, оно будет хорошо. Ни на чем переживать, зачем нервничать, зачем вообще этим всем заниматься. Мы кормим, обуваем, одеваем, попу вытираем, а остальное всё само восстановится, понимаете. Но оно-то не восстанавливается, и основные всё равно проблемы ложатся на тебя, потому что ночью всех спят, а ты не спишь. Потому что когда истерика, все разбежались, а ты остаёшься, потому что когда все устали, все развернулись и ушли, а ты опять остаёшься. Когда кто-то болеет, он болеет. Когда ты болеешь, ты всё равно ухаживаешь, понимаете, как бы, да. И то же самое, больницу ты ложишься, лежишь неделю, две, три, никто тебя не меняет и не отпускает даже, извините меня, голову помыть или там помыться как-то, хоть как-то. Ты в раковину засовываешь голову и моешь. В тех же самых условиях было такое, честно, даже с шампунем от этого, мылом для мытья рук. И поэтому какой-то момент, то есть, как бы, понимаете, я начала выстраивать, типа, мой дом, мои правила. Естественно, это всех не может устраивать, их не может устраивать вообще никого, поэтому, извините меня, то есть, как бы, может быть, так оно и легче. Мы вернулись к тому, что мы сейчас живем отдельно, чтобы Яра, у него были свои правила жизни, потому что, когда мы стали вести видеоблог, Андрей даже очень часто тоже стал замечать, что в домашних условиях Яра один, а на реабилитацию он совсем другой. Он говорит, я не понимаю, почему он у тебя там совсем другой, но Яра реально на реабилитации он совсем другой. Он ведет себя по-другому, он живет по-другому, у него другие какие-то принципы, у него включаются какие-то механизмы, он пашет, он нормальный, он без истерики. Мы домой приезжаем, и это опять начинаются истерики какие-то, которые, в принципе, никто не хочет с этим справляться. То есть, у нас это элементарно вчерашняя ситуация, то есть, Яра не сделал, не стал, отказался заниматься на уроках. естественно, что я делаю, я начинаю его... Яра не захотела заниматься, Яра решил, что он не занимается, он устроил скандал, он начал орать, ну, даже не орать, он просто перестал такие, очень как бы, типа, осознанно слушать педагога. Естественно, мы с педагогом, ну, ну, смысл ее держать, чтобы она сидела просто и смотрела, как Яра паясничает, мне это очень больно в эти моменты, и знаете, как бы, обидно, и я стараюсь в основном, то есть, как бы, ну, пресекать это, не то, что сказать, что прямо лупить, орать, бить палкой, там, еще чем-то, но, то есть, как бы, должны следовать какие-то меры пресечения, наказания. И когда я требую от Яры каких-то ответных, то есть, понимаете, у него должны быть какие-то меры пресечения этого всего, потому что иначе это заходит уже, ну, это тупик, это каждый раз, ай, ну, я могу не заниматься, я безнаказанно, все равно пойду погуляю, я получу все свои награды, кстати, меня, это мы вышли на этот план в Евпаторе, с нашим, благодаря нашему тренеру, спасибо ей огромное, она открыла мне глаза, научила как-то управлять ребенком, потому что первым делом надо им управлять, но дома все идет в минус, потому что здесь есть любимец, есть папа, который папа очень часто с этим не справляет, он просто, знаете, как он дает задние, точно так же, и вот в таких ситуациях Андрей просто начинает, ой, ну ладно, ну подумаешь, ну подумаешь, он сорвал урок, ну хорошо, Андрей, на следующий занятий, ты сидишь с ним сам, нет, я боюсь, вдруг он опять сорвет, тогда дай возможность, ну, как бы ребенок должен понимать, что он не имеет права так делать, да, он не должен срывать занятия, он не должен срывать уроки, он должен, у него есть свои обязанности, я понимаю, что ребенок никому ничего не должен, но в наших вариантах, у него есть свои, как говорится, уже заранее, с малолетства, своих рук, которых он обязан выполнять, иначе, вот тупик, иначе здесь ничего не получится, потому что 2-3 дня не отзанимавшись, мы приходим в какой-то тупиковой ситуации, ноги опять начинают с пастика в голове, с пастика ни в руках, ни в ногах, не приседая, не тренируясь, он опять начинает слабеть, потому что, я говорю, этот навык еще не закреплен, этот навык еще только такой легкий приобретенный, а легкие приобретенные навыки, они имеют тенденцию исчезать, если ими не тренироваться, поэтому очень часто, когда мы едем куда-то на реабилитацию, научила своего ребенка ползать, но приехал домой, с ним никто не занимается, и мы потом говорим, ой, а что он уже ползал, а сейчас почему перестал ползать, то потому что они теряют навыки, если эти навыки не закрепились, потому что с пастика опять, там его расслабились, и укрепили, дома ничего не делая, он эти мышцы опять расслабил, тем у него опять напряглись, и у нас на этом фоне, у нас очень часто с Андреем возникает, конечно, вот тогда у нас, не то что бои, но я считаю, что, например, мы должны у его родителей держать одну позицию, а если Яра понимает, что один зад, тогда зачем вообще напрягаться, все равно есть папа, который его оденет, соберется и с ним пойдет погуляет, Андрей сначала дает задний, но потом он начинает психовать, нервничать, потому что ему тоже так же не нравится, как-то Яра где-то сидит, что-то, и в то же время, знаете, вот он, ну не всегда он эти правила, потому что мужчине, наверное, вообще тяжелее это все принять, ситуацию, и точно так же, понимаете, у него очень долго вообще жил такой вопросом, что, ну типа, все же восстановится, вот даже элементарно, типа, ну мама сказала, все будет хорошо, понятно, мама сказала, но хорошо не происходит, ты посмотри, твой ребенок в каком же виде, да, то есть как бы у нас на самом первом этапе тоже восприятие, у Андрея тоже было, так, знаете, вообще полное отрицание, он как будто вообще не видел, что, что происходит, и у нас это вот немножко еще пока продолжается, мы пока не вышли на этот уровень, чтобы поддержание, потому что Андрей все равно дает задние, он начинает или скандалить, уже со мной быстро сразу, что типа мои там какие-то, хотя я просто элементарно прошу, что в этот момент он должен поддержать меня, и то есть как бы, если это наказание, то оно должно идти обоюдно, и чтобы ребенок понимал, что не то, что один ребенок, мама отругала, а папа принес там, пошел в Макдональдс, сходил с ним, и вроде можно сегодня опять все то же самое по новой слить, и все это, в общем, как бы, знаете, все опять обратно испортить, вот даже сейчас, почему у нас и получается вот такое полное неповиновение, он понимает, что, знаете, когда можно истерику устроить, например, у нас, то есть как бы все равно будет по его, я сейчас сорву тренировку, но на улице я все равно пойду, понимаете, как бы, да, и вот на этом плане у нас, конечно, происходит очень часто, потому что, ну потому что, ну ладно, не позанимался, но завтра позаниматься, я вам говоржу, Андрей, ну завтра идет по накатанному, то есть сегодня он не позанимался, завтра он, к идее, должен две темы делать, но завтра опять с ним никто, если я с ним не сяду, с ним никто не сядет, Если я с ним не потренируюсь С ним никто не потренирует Если я с ним не повстаю Около светской стенки С ним никто не повстает У нас вот этот немножко бич Это боль Мне конечно очень сложно, тяжело Потому что Ну потому что мои силы Я вкладываюсь в реабилитацию Я еду с ним Кто-то скажет Ну это твои проблемы Ты не можешь оставить всю семью Но мы живем и семья Мы не можем каждый быть за себя Даже в нормотипичных семьях У нас же в доме не каждый сам за себя Если это семья Если она живет То она живет обоюдным всем Односплоченной такой ячейкой Я не ной Я сейчас не говорю Там что типа Андрей у меня плохое Еще что-то Но у нас вот такие мелочи Да, могут быть Они не всегда полазают Не всегда есть Но у нас бывают такие вот срывы И разногласия Ему жалко Андрею вот его наверное Все-таки больше жалко Он его жалеет А мне жалко Ярослава Будущая жизнь Понимаете Мне жалко Что сейчас он мог бы Потому что мне многие реабилитологи Вот пишут И в инстаграме девочки Да И в контакте Что у Яры достаточно сильный потенциал И я на самом деле это вижу Я понимаю Что у него достаточно Он не открывает его Он не раскрывается Он вот этими Лялькинскими Сусюканьями Истериками Знаете Вот я такой Я такой клевый И я вот такой должен быть Потому что меня таким любят Вот как с этим справиться Мы не ругаемся Так что Знаете Мы не орем Потому что я давно не ору Я давно не ругаюсь Очень У меня был страх Вот такой знаете Есть очень сильный страх потери Поэтому я не довожу до скандалов Но я теряю очень силы Эмоциональные В этот момент Когда пытаюсь объяснить Пояснить И я эмоционально Очень знаете Как бы на себя Это все нагнетаю Мне очень бывает обидно Когда мою позицию Мою политику не поддержана Что я понимаю Что на следующий день Это может быть все просто испорченное Но мне хочется вложить Например больше Мне хочется вложить максимально Но я вижу Что за счет вот этих Непонятных истерик У Ярослава потом происходят Какие-то знаете Сбои Да сбои В поведении Даже можно Так что сейчас там Ладно все ребят Я сейчас заканчиваю Хотела побольше рассказать Про вот эти наши Разногласия И ссоры Но они тоже существуют Они есть По поводу старшего ребенка Воспитания Тоже бывают Косяки конечно у нас Но сейчас мне придется заканчивать Потому что Там сейчас будет взрыв мозга Наверное же голодный Истерит Вот видите Потому что вот вчера Получается Вчера его никто не пресек В итоге Его не пресекли Вчера это все Разболталось А сегодня Я вот это Расхлебываю ситуацию Потому что уже Пять часов вечера И мы еще Например даже до улицы Не дошли И не делали сегодня Даже уроков Вот так вот И тренировка наша Задлилась Вместо 40 минут Ну вот фактически Это тренировки 40-50 минут Ну пускай час Мы 2,5 часа Сейчас ее делали Так что вот так вот Не знаю Посоветуйте Может быть есть какие-то У вас методы Какие-то Я не знаю Я даже не знаю Как с этой ситуацией Вот выкрутиться Пока у меня Замкнутый круг Если как это У вас Помогают Вам не помогают Поддерживают вас Вот ваша свекровь У меня Я не знаю У меня конечно Сложно Сложно сделать выбор Но Мой выбор сделан И мне как-то Его переделывать Абсолютно не хочется Ладно Извините Погромное Всем спасибо Жду вас в комментариях Всем пока-пока